Что для вас значит любовь? Любовь для меня это взаимопонимание, поддержка и секс. Что для вас значит любовь? Ну, это тяжело объяснить словами, потому что это то, что ты чувствуешь сердцем. Тут не объяснить слова. Ну, любовь, это пеклование, любовь, это верность. Ну, в целом, это прекрасные почутки. Что-то, наверное, большое чувство такое для людей. Ну, это очень классно, конечно, но хотя у меня такого не было, я как-то не могу объяснить, потому что не было такого. Любовь это взаимопонимание, абсолютное доверие. Вот это вот для меня любовь. Любовь, это такой сложный вопрос. Ну, у каждого она по-разному ассоциируется, ну, трудно, наверное, ответить. Я живу с парнями. Ну, не знаю, любовь, это, наверное, когда ты нуждаешься в человеке. Ну, в одном слове любовь, это и уважение, и ценность, и взаимопонимание, и чувство. Для меня любовь, это в первую очередь доверие между людьми. Знаете, есть такой, скажем, проверяющий фактор, когда человек стоит один, а второй сзади. И второй, который сзади, говорит, падай, и он держит при этом, ну, вдруг упадет, он поддержит. Если падаешь и доверяешь, то, как бы, в первую очередь доверие, это любовь. Потом, скажем так, когда ты человека принимаешь таким, какой он есть. Любишь и плюсы, и минусы, и все его недостатки, и хорошее качество. Ну, поддержка друг друга, забота, помогать один на другу. Ну, понятно. Ну, любовь для меня, это что-то незвичайное, потому что, когда люди кохают один одного, они готовы на много безбашенных учинок. Хорошо. Любовь, это взаимопонимание между двумя людьми. Да, они поддерживают друг друга, понимают, и становятся вдохновением друг для друга. Любовь для меня, это такое чувство, которое дарит счастье, человеку дарит доброту, делать кому-то что-то доброе, помогать. Любовь, это очень крутые слова. Ну, наверное, счастье какое-то. Для меня это очень светлое, искреннее чувство. Возможно, это поддержка, взаимопонимание, уважение друг к другу в первую очередь. Вот и все. Любовь. Эти ванильные отстатки. Ну, любовь, тогда есть взаимоподдержка, есть, не знаю, вообще лучше любовь, и тогда дружба перерастает, тогда есть взаимопонимание. Выбор, который совершается каждый день. То есть, не единоразовая акция. Если ты сказал человеку, что ты его любишь, то эту любовь надо культивировать в себе до конца жизни. Хорошее отношение с человеком, чтобы он не нравился, было взаимопонимание, чувство, искра. Ну, мне кажется, любовь нельзя описать только конкретно какими-то словами. Для каждого человека это что-то свое, и каждый для себя находит индивидуальный какой-то смысл в этом. Ну, в первую очередь, это взаимопонимание и поддержка. Любовь – это певное отношение до людей, явочей, якея тягнет за собою привязку до них и уважение выработать их крастью. Любовь – это то, что делает нас сильнее. Любовь – это в первую очередь доверие для меня, я считаю, это чувство, эмоции, внимание. Ну, это много чего. Как совмести меня за слова. Мстить. Да, вмстить. Любовь для меня – это какие-то возвышенные искренние чувства, которые означают уважение к другому человеку, заботу. Ну, самое прекрасное чувство, которое есть, наверное. Ну, как сказать, не указываю, это как-то свое понятие. Любовь. Любовь – это светлое чувство и взаимопонимание с человеком. Любовь. Ой, ну, это вообще такое прекрасное чувство, ну, там, когда взаимопонимание между людьми, доверие. Когда для тебя человек – это такой кусочек маленький тебя, ты без него не можешь, ты о нем думаешь. И человек точно так же выкладывается для тебя. Любовь – это взаимопонимание, уважение. Любовь – это вообще. Любовь – счастлив.